Вход в личный кабинет Алиэкспресс. Все доступные способы авторизации и обзор основных разделов личного кабинета. Также пройдемся по основным разделам личного кабинета Алиэкспресс и возможностям, которые доступны пользователю. Каким из них лучше воспользоваться? Ну, во-первых, это зависит от как вы регистрировались. Каким способом вы регистрировали свой аккаунт, так и придется в него заходить. Поговорим подробнее о каждом из них. По адресу электронной почты, по номеру телефона, через одну из социальных сетей на данной странице у вас будет три варианта входа. Сегодня поговорим немного про варианты входа в личный кабинет на Алиэкспресс. Оказалось, что люди довольно часто интересуются тем, как можно войти в свой аккаунт и какие варианты авторизациям доступны. К тому же у некоторых пользователей возникают проблемы со входом на свою страницу. Вход в личный кабинет Алиэкспресс. Все доступные способы авторизации и обзор основных разделов личного кабинета. Вход с помощью электронной почты. Классический и наиболее предпочтительный способ авторизации на Алиэкспресс. Вы просто указываете адрес электронной почты и пароль, который придумали при регистрации аккаунта. Все, можете войти в свой личный кабинет. После этого можете отредактировать свой профиль, заполнить адрес доставки и так далее. Как войти на Алиэкспресс по номеру телефона. Если для регистрации вы использовали номер телефона, то и входить в свой аккаунт вам придется по нему. Для этого в окне авторизации выбираем пункт «Войти через номер телефона». Далее указывает свой номер и пароль. Опять же, все предельно просто. Идем дальше. Впоследствии вы сможете привязать электронную почту к своему аккаунту и использовать для авторизации ее. Вход через социальные сети. Ну и наконец, вам доступен так называемый быстрый доступ в личный кабинет Алиэкспресс с помощью аккаунта одной из социальных сетей. На данный момент их семь. Facebook аккаунт, Google, Instagram им без разницы какой из них вы воспользуетесь. Выбирайте любую и кликайте по ней. Разрешайте доступ к приложению Алиэкспресс к вашим данным. Не нужно паранойи, что их украдут и оформят на вас кредит. Это так не работает. И все. Вы авторизовались на Алиэкспресс. И в первую очередь, я рекомендую вам привязать электронную почту или номер телефона данному аккаунту. На всякий случай, можно ли войти на Алиэкспресс без регистрации? Конечно же вы можете просматривать товары и читать отзывы о них и без регистрации личного кабинета. А вот для совершения покупок все же придется создать аккаунт и заполнить адрес доставки и платежные данные. Личный кабинет Алиэкспресс. Обзор основных разделов и возможностей. Ну а теперь мы кратко пройдемся по всем разделам и возможностям личного кабинета Алиэкспресс. По сути это центр управления вашим аккаунтом. Здесь вы можете менять настройки профиля, отслеживать заказы, редактировать и добавлять адреса доставки, управлять отзывами, проверять. Имеющиеся купоны и многое другое. Мой Алиэкспресс. Главная страница профиля. Страница «Мой Алиэкспресс» является отправной точкой, с которой мы начнем обзор своего личного кабинета. Здесь можно увидеть основную информацию по вашему аккаунту, а также статистику по количеству заказов, споров и оставленных отзывов. Плюс, чуть ниже, расположены несколько ваших любимых магазинов. Но основной интерес для нас представляет два меню, расположенных на данной странице. Верхнее меню «Мой Алиэкспресс» «Мои заказы». Сообщение «Мои желания» «Любимые магазины» «Профиль» «Боковой меню» «Мои заказы» «Управление» «Отзывами» «Мои купоны». Центр привилегий. Вы недавно смотрели адреса доставки и смена пароля управления жалобами «Улучшить перевод». Обратите внимание, что некоторые из пунктов дублируют друг друга. Пройдемся по каждому из разделов. «Мои заказы» «Пожалуй, сюда вы будете заходить чаще всего». Здесь находится информация по всем вашим заказам, активным и уже завершенным. Здесь вы сможете узнать подробную информацию по любому заказу, в том числе и трек-номер, проверить отслеживание, связаться с продавцом и при необходимости открыть спор. Тут же отображается время до окончания защиты покупателя. В центр сообщений здесь можно посмотреть историю переписки с продавцами Алиэкспресс по поводу заказов. Сюда же они порой спамят различными акциями, предлагают купоны и прочие. «Мои желания» здесь будут отображаться все товары, которые вы добавили в избранное. При снижении цены на товар из ваших желаний вам будет отправлено уведомление по электронной почте. Настройка таких уведомлений также производится в данном разделе. Чтобы добавить товар в «Мои желания», достаточно кликнуть на сердечко рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Если товар вам больше не нужен, его можно удалить. Любимые магазины здесь вы найдете предложения от продавцов, на которых подписались. Если играете почти даром, халява, то магазинов в данном разделе у вас будет очень много. Все предложения можно отсортировать по новизне, наличию скидок или количеству продаж. Настройки профиля, смена пароля, пункт «Профиль» из верхнего меню и пункт «Смена пароля» из бокового ведут на одну и ту же страницу. Здесь находятся немногочисленные настройки вашего аккаунта. Вы можете управление отзывами, оценка сделок. Здесь вы можете оставить отзыв о заказе или дополнить уже имеющийся, а также посмотреть, что продавец ответит на ваш отзыв. Кстати, вы можете рассказать о своем опыте покупок на Алиэкспресс и оставить свой отзыв на нашем сайте «Отзывы про Алиэкспресс». Мои купоны здесь будут находиться все ваши купоны от Алиэкспресс, купоны продавцов, спецкупоны, причем удалить купоны с истекшим сроком нельзя. Так что здесь будут буквально все ваши купоны, которые вы когда-либо получили. Непонятно, почему Алиэкспресс не сделает автоматическое удаление просроченных купонов. Вы недавно смотрели тут будут товары, которые вы просматривали за последние несколько дней. Если требуется найти товар, который вы не добавили в желание, то этот раздел для вас. Для удобства можно отсортировать товары по категориям или отобразить только товары со скидками. Адреса доставки – еще один важный раздел вашего личного кабинета. Здесь вы можете добавить или отредактировать свой адрес доставки. Также не забываем, что вы можете создать несколько адресов доставки для одного аккаунта. Управление жалобами Центр жалоб не путать с разделом «Возвраты и споры», о котором поговорим ниже. Здесь вы можете оставить жалобу на нарушение прав интеллектуальной собственности для правообладателей, сообщить о нарушении. Для лиц, не являющихся правообладателями, сообщить о продаже запрещенных или ограниченных к применению товаров в общем. Для обычного покупателя этот раздел малополезен. Возвраты и споры, а вот в этот раздел рано или поздно попадет любой покупатель Алиэкспресс. Тут вы найдете информацию по всем открытым и уже завершенным спорам. Кстати, данный раздел появляется только во вкладке «Мои заказы». А вот на странице «Моя Алиэкспресс» этого пункта в меню просто нет. В принципе, вы можете открыть споры на странице «Мои заказы», однако если у вас открыто сразу несколько споров, то удобнее следить за ними на данной странице. «Кардос и Амп. Банк Аккантос» этот раздел также доступен только во вкладе «Мои заказы». Тут вы найдете банковские карты, привязанные к вашему аккаунту. Тут же их можно и удалить.